Архивные фотографии, научные труды и многолетняя история. Судьба морского гидрофизического института уместилась на 140 страницах новой книги. Авторы — севастопольские учёные. 56 лет назад эти люди переехали в город Герой и создали техническую базу нового института. Одним из тех молодых специалистов был Анатолий Сизов. Сотрудник лаборатории термики моря вспоминает, условий для работы не было. В здание перевезли только мебель и библиотеку. Вскоре силами учёных институт вошёл в советскую и мировую науку. Первый рейс, который я пошёл, это был 1963 год, это была осень. А осенью Черноморский рейс, как правило, в этих коротких Черноморских рейсах обкатывалась аппаратура и нарабатывалась методика работы с этой аппаратурой. Вот мы прошли через это, прошли вот эти исследования, одновременно исследуют Чёрное море. А уже осенью, где-то в ноябре, пошли в океане уже по программе, которая была закреплена за институтом ещё в Москве и продолжалась здесь. Вот со своими приборами пошли работать в океане. В 1970 году группа севастопольских учёных получила государственную премию СССР за исследование экваториального противотечения в тропической Атлантике. Институт стал основателем нового научного направления – спутниковой гидрофизики. Севастопольские учёные создали серию гидрологических зондов и буксируемых приборов. В 1989-м коллектив получил ещё одну государственную премию. За несколько десятилетий коллективу севастопольских учёных удалось не только создать техническую базу института, но и расширить его потенциал и возможности. Инновационные оборудования, уникальные исследования, которые вошли в историю, стали неоценимым вкладом в науку. Но пять лет назад судьба института оказалась под угрозой. Всё могло пойти так, что институты были бы реорганизованы, то есть они вошли в состав другого института. Но реорганизация ставим равно ликвидация. Очень активно включилось в этот вопрос законодательное собрание города Севастополя. Ну и, соответственно, я как представитель законодательного собрания на федеральном уровне. Потому что был выработан комплекс мер, которые заблокировали процесс реорганизации, а потом вышли в режим не просто сохранения институтов, а развития институтов. Достижения, которых добился коллектив севастопольских учёных, стали одной из основных тем на конференции «Моря России». Более 300 специалистов в области океанологии, физики и моря обсудили новые публикации, теоретические исследования и актуальные проблемы. Я вот сейчас буду выступать и буду говорить о том, чтобы та платформа Коцеверия, о которой только что говорили, что она находится в очень печальном состоянии, чтобы она была отремонтирована. Я абсолютно убеждён, что Севастополь всегда будет гордиться интерфизическим институтом. Не просто потому, что у него великая история, а потому, что это неотъемлемая часть города Севастополя и его научного интеллектуального потенциала. Это кузница кадров. Среди сотрудников и молодые специалисты. В институте они могут пройти практику и закончить аспирантуру. Основные научные направления неизменны на протяжении многих лет, но благодаря современным разработкам учёные могут принять участие в новых проектах. Самое главное направление – это региональное исследование в Азово-Черноморском регионе и выход уже в другие акватории. Институт создаёт определённую технику, бури специальные. То есть можно исследовать Арктику, ледовые поля. Сейчас есть один из приоритетов, где важное направление – это изучение мирового океана Арктики и Антарктики. Я надеюсь, что институт будет активно участвовать в реализации этого приоритета. Новые проекты исследований и теории участники конференции будут обсуждать в течение нескольких дней. Пленарные и секционные доклады завершатся 28 сентября.